Завтра вечеринка какая? Ой, это же Николай. Николай, Санислав. А, Святик будет. Ой, завтра у вас будет крутяк. Более представить, что будет. Главное, вовремя всех выгонять. Как обычно. Не, выгонишь, потому что сейчас очень строго с этим. Ночевать так. Мы не будем ночевать. Да, трогайте. Все, не видно. Меня не обязательно смотреть. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за ваши комментарии. Хороший стол, я вам говорю. Я приехала домой и поняла, где бы я стол поставила. Да, да. Я еще комнату для стола не выделила. И занята фикусом. Фикусом, я теперь думаю, ломаю голову. Я уже, короче, знаю, куда мой фикус большой оттуда перенести. Ну, некому. Мы сами его не поднимем. Надо ремонт летней кухни его туда поставить. Здрасте, летняя кухня. А зимой? У нас такой ремонт, чтобы там тепло. А, ну так отопление провести. Да. Едь, едь. Боже, будто и страшная. Так, нет? А отопление там нечего делать. Нам какого-то трубку провести и батарею все. Хорошо, ехать. Хелло, колоночка. Как всегда. Чего ты можешь? А, да. Я забыла ее забрать. Я даже не знаю. Песня мне нравится. Маршрутка, давай, давай, давай. Давай. Такая чистая маршрутка. Дожья. Так, приехала за водой. За технической такой. Тут где-то есть колонка. Вчера дали нам воду. И я сегодня рано утром, как чувствовала. У меня каждый раз есть стирка. Только закончилась стирать, прям просто такая же яма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, опять нет воды. Мне надо сейчас маме. Ну и водичку привезти. Ну и куда ты? А, не туда поверну. Тогда понятно. Ой, господи, это жило. Что там? Не проехать? Это когда я приезжаю за пассажирами. К подъезду. Ой, ребята, как же тяжело. Люди как любят, чтобы прям к подъезду. Ой. Чтобы прям к подъезду приезжала. Но они же сразу-то не выскакивают. Приходится ждать. А паркануться негде. А люди туда-сюда ездят. И начинается вот это. Вот, ой, боже мой. Еще все в воде плавает. Дождь не перестает. Идет, и идет, и идет. Так самое интересное, что Людочка вчера писала Курбану. И сегодня писала. Пока ответа нет. По причине. Вот именно в нашем районе нет воды. Нет, ну мы не удивляемся. Ничему не стоит удивляться. Ну хотя бы знать. Я взяла такую большую канистру. И вот теперь думаю, как добраться до этой воды. Вышел. У меня мама вот такой полоскон. Ну, давай, девочки, унитаз же. Вы же понимаете, да? Женщина дома целый день. Котики, собачка. Так, а как же мне добраться туда? Ладно, сейчас как-то доберусь. Чтобы не заблудиться. Столько много, много вот этих вот доставщиков еды. На мопедах, на велосипедах. Столько людей. Вчера поела тюльки. Пряного посола купили с удочкой. 300 грамм. Люда говорит, 300 грамм и хватит. Думаю, 300 грамм так мало. Да. Она, конечно, очень вкусная. Ну, с головой нам. Ой-ой-ой-ой-ой. Яма какая. Ой-ой-ой. Вот это по дворам езжу. Не видно их. Хотела еще сказать, в эпицентре, друзья, вчера столько людей. Но, правда, обслуживание такое было на высшем уровне. Это впервые, что я в эпицентре. И вот так вот прямо консультантов море людей. Помогают. Сейчас, сейчас, сейчас. О, заглохо. Фу. Лужи огромные. И яма огромная. Ну, где ты машину оставил? Где ты машину оставил? Ты нормальный вообще? Консультантов, короче, полно. Все, нам за столы рассказали. Все столы, которые нам понравились, только под заказ. Ну, ребят, ну, дорого. По 10, по 8 тысяч. Столы, тем более, это не для нашего маленького дома. Да, у нас комнат много, но у нас низкие потолки. Комнаты эти маленькие. А там столы. Вот это вот самый классный вариант. Стол, книжка, металлический, легкий. Тягаться с ним можно по всем комнатам. Разложила на 6-8 человек достаточно. Достаточно. Тем более, металлический полностью. Мы хотели белый. А потом, знаете как? Прикрыли этим самым. Скатерка красивая. И все. И до свидания. Это что? Что-то я была. У меня в приоритете была. Что я давно еду. А ты только повернул. Ты что, не видел, что я еду? Горе водители, блин. Тихо. 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 Продолжение следует... 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 Она там маты такие гнула, не на меня, а вообще на окружающие машины. В основном вот эти вот хамы. Сколько хамла, сколько хамла за рулём. Столько с агрессивным вождением. Я всё думаю про Фекус. Есть возможность сюда его поставить, в мою комнату. Так, а что это будет? Здесь будет Фекус. Здесь сплошные Фекусы. Просто Людмилка хочет, чтобы я освободила всё-таки вот эту стенку для стола, потому что к ней будут приходить гости. Ну куда? Так он такой большой. Ну куда мне его поставить? К маме нет. Там коты его обосрут, а начнут писать на него. Ну куда мне его, блин? Ну куда мне его? Здесь когда-то убрать, там ёлка будет. Ух ты, ё-моё! Зайка ты мой! Мой ты холёсенький! Сёнецко! Да! А, пока Люды нету, да? Лучаночка! Ты мой сладенький! Молодец, молодец! Мы не скажем ей! Мы не скажем! Да, мой сладенький! Давай, прикрою тебя! Давай, давай, прикрою! Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё! Мой золотенький котик! Мой золотенький! Да, зайка ты мой! Зайенька ты мой! Нравится мне стулья! Вот, я говорю, потом можно ещё купить. Поедем перед Новым годом. Можно ещё. Одно красное, одно белое. Очень красиво смотрится. И кругленькие подушечки. Люда говорит, бабушка, чтоб пошила. Не надо, чтоб бабушка мучилась. Их шить, там прострачивать надо. Купим, я куплю кругленькие. Он их полно. Не обязательно в дорогих магазинах есть. Что там нам надо? Так, ладно, займусь уборкой. Вот эту вот стойку надо убрать к себе. Вот это я буду думать. Перетянуть-то я его перетяну. Но куда? Ладно, надо включать. Как моя мама убедит говорить? Надо включать. Я включила мозг. Как-то она так интересно говорит. Так, а ну, что здесь у меня? Ага, мне надо эти. Зирлянды, блин. Верочка, смотрите, какая красивая у неё. Так, мамочка ещё строчит, строчит. Строчит и полет. Ладно, потом покажем, что это будет. Мы делаем что с него? Смотри. Вот это я вот здесь убрала молнию, чтобы она на всю спину. Это кухня, как-то я её купила. Она хочет её перешить. Ага. На всю эту была молния. Я её убрала, прострочила. Так, теперь я беру, у меня вот ткань есть. Расширить хочешь, да? Вот, вставлю, смотри. В палочку. Расширить эту подобрала. Угу. На эту сторону и на эту сторону. И здесь вот большая у меня молния. Угу. Ой, не упади, мама. Ушная, ну, пойдёт. Главное, что она рабочая, мама. Слушай, она разёмная. Вот. Угу. Вот. Вот. Да. И будет шикардос. И будет шикардный халатик. Тут материал очень хороший, да, мама? Не то слово. Не то слово. Что ты должна тебе сказать? Хоть что-то, хоть что-то. Хоть что-то, но надо всё. Я уже, не знаю, гардероб переполненный, не знаю, куда и как, но вот понравилась мне самоткань. Мягешенька такая. В огородик, в огородик даже, или даже по двору. И будет рукачивать леденьки. Так и что, красота. Петра. Добрый день, мои дорогие. Да, добрый день. Ой, доброе утро, добрый день, мои дорогие. Ладно. Занимаюсь творчеством. Да, потом покажем, давай. У Людмилки был учитель, коуч, да, Игорь Терёхин. В прошлом году он погиб на войне. Он экспертировал рестораны, составлял бизнес-проекты. В общем, талантливый такой был молодой человек. Пошел к добровольцам. Жена выпустила его книгу. Алкогольные связи. Я очень рада, что эта книга такая, знаете, позитивная. Ну, между срок, между срок, здесь есть, видите, оператив, игристое, крепкое. Вот. Немного есть его записок, как он был на войне. Очень хороший был парень. Позитивный. Я его знала тоже лично. У зеленых целых местах, надевочись на відсутність, буквально у всего, панула атмосферная повага до висковых и надея на скорейшее відновление нормального життя. Люди планують, цена впадает вся в голове. Да, мы планируем, видите, живем. Жалко. Глава называется патроносвязи. Писокий, крепкий парень. Молодец, жена, что ей дала его записки. Он вел дневник, и она на основе этого дневника выпустила книгу. Молодец. Ну, и здесь про напитки, потому что он был большим специалистом, огромным специалистом. Вот он. Лучшая рекомендация по подаче алкоголя. Впрочем, не только алкоголь касается. Место предисловия. Возможно, самый ценный совет, который я получил в жизни. Делюсь теперь им и с вами. От меня. От себя. Вот такие слова. Представляете? Делюсь теперь и с вами. Советы. Вот совет. Я не буду озвучивать, читайте. В общем, мои хорошие. Кто заинтересуется? Я не знаю, есть ли в интернете эта книга. Ну, в продаже можно купить здесь и про алкоголь, про боевые действия. Как человек проходил этот путь. Царство небесное, Игорек. Царство небесное. Людочка моя тебя помнит. Очень хорошо помнит. Человек был увлечен своим делом. До такой степени увлечен. Ездил по всей Украине с уроками. Его ждали. Он был очень дорогим специалистом. Востребованным. Все, мои хорошие. Всем мира, всем добра. Нет хамства в нашей жизни. Есть только позитив. Любовь. Всем мира, всем добра. С наступающим. С наступающим. С наступающим.